Здравствуйте! Наверное, каждая новоиспеченная мамочка, впервые оказавшись в отделе детского питания, завороженно и растерянно стоит перед полными полками с баночками детского питания. Что предпочесть, с чего начать и в каком количестве? Тема нашей сегодняшней передачи. Я с удовольствием представляю свою гостью, врач-физиотерапевт, герудотерапевт Анна Анастасовна Бошан. Здравствуйте, Анна Анастасовна. Ну что же, я думаю, что сегодня тема достаточно важная для всех молодых мамочек, потому что первый ребенок – это первые хлопоты и абсолютный такой шаг в неизвестность. Согласна. Когда у малыша развиваются вкусовые рецепторы, когда он начинает чувствовать и ощущать вкус, запах? Ну, вкусовые рецепторы, они закладываются еще внутриутробно, поэтому с рождением у ребенка есть это. Просто, может быть, не столь дифференцированно, как у взрослого человека, но у нас, которые прошли огонь и воду и перепробовали множество. А детишки уже рождаются с закладками, с развитием уже определенных вкусовых рецепторов. И тоже касается, наверное, запахов, которые они чувствуют. Они же по запаху маму определяют. Ты можешь стоять спиной, ребенок повернуть в сторону вообще, но только мама открыла грудь, он сразу чуял запах вкусного и тут же начал орать «дайте, дайте». Это вот буквально с первых дней. Поэтому да. Ну, как правило, инициатором первого прикорма становится детский врач, микропедиатр, который напоминает маме, что уже бы пора. А вот пора ли? Ведь детки развиваются индивидуально. Каковы признаки того, что малыш готов принять новую пищу? Ну, согласна с вами, что в первую очередь об этом думает врач. Да, ну, это его обязанность, профессиональная обязанность. Но современная педиатрия и вообще современная медицина все-таки больше повернута к человеку, в первую очередь, не к книжкам, где написаны правила и сроки, а конкретно к каждому ребеночку. И здесь все очень индивидуально. Нужно смотреть на ребенка. Ну, начиная от такого самого элементарного простого признака, которым руководствовались наши бабушки, прабабушки, прорезался первый зубок, значит, все, не хватает маминого молока. В принципе, сейчас считается, что где-то 4-6 месяцев уже время вводить прикорм. Причем, чем дольше ребенок находится на естественном вскармливании, тем позже можно начинать прикорм. Что такое естественное вскармливание? Это мама по любому требованию ребенка. То есть проснулся вместо воды, вместо соски, вместо пальца своего, маминогротит. Тогда ребенок получает все в том количестве, все те микроэлементы, питательные вещества, какие ему необходимы. И поэтому здесь можно подольше. И вода даже не нужна, потому что ребенок на естественном вскармливании, он и пить не хочет, потому что в молоке мамином есть все. То есть если естественное вскармливание, мы ждем первых зубок 6-8 месяцев или сейчас раньше они прорезаются? По-разному. Да, если в 4 месяца бывают ситуации, когда и в 4 прорезали зубки, значит, уже ребенок действительно готов. А если у ребенка до 8 месяцев, знаете, не буду давать жестких рекомендаций, чтобы потом с этим мамочка не носилась вот так вот жестко сказали. И смотреть на ребенка нужно по его физическому даже развитию, насколько он активен, может быть, он плохо прибавляет вещи. Говорят, что есть несколько примен. Первое, это все-таки естественный рефлекс, выталкивание язычком пищу. Если он не выталкивает на кончике ложки ту пищу, которую вы даете ему попробовать, значит, можно кормить и дальше. Или тянется в тарелку к маме ручкой, заглядывает маме в рот. Это признаки интереса. Да, интересы, это признаки, может быть, даже созревания уже с психологической точки зрения. То есть те рефлексы, безусловно, которые у него были, когда он язычком выталкивал все, что мы ему в рот, кроме груди давали, да, они постепенно угасают и замещаются уже на более зрелые, более взрослые рефлексы. А ферментативная система когда более подготовлена к приятию пищи? Ну, после 3 месяцев, конечно. После 3, 4, 5, 6, потому что раньше нет. А можно ли утверждать, если родители были склонны к аллергии, ребенок тоже будет, в общем-то, в группе риска, и какие-то продукты следует сразу исключить из его меню, даже не давать пробовать? Конечно, этот риск высок. Если родители аллергики, мы просто об этом уже знаем, и мы насторожаем. И, естественно, начинать прикорм с тех продуктов, которые в группе аллергенов мы не будем. У родителей? Да. Ну вот, цитрусовые, даже не у родителей. Может быть, у родителей нет аллергии на цитрусовые, но ребенку цитрусовые будем давать как можно позже. То есть пока мы не убедимся, что ребенок достаточно гармонично развивается без вот этих всплесков. Пока он пусть перепробует, пусть в его рацион войдут другие продукты, которые не вызывают аллергии. И потом дадим красное яблоко, помидор, клубнику, цитрус. Ну вот все вот эти традиционные вызывающие аллергии продукты. Даже если у мамы нет аллергии на клубнику, ну зачем экспериментировать на маленьком ребенке? А с чего, с какого продукта начинать ребенку пробовать новое меню? Вот в Америке, в частности, принято начинать с банана и рисовой кашки. Считается, что по вкусовым качествам напоминает все это молочко, потому что часто разводят первый продукт и искусственной смесью, и мамином молоком у нас категорически против различных сахарных основ в пище. Как вы к этому отнестесь? Ну, на своем опыте я пробовала и традиционно, как нас учили со старшим ребенком по книжкам. Я же умная, я же книги читаю, да. И яблочный сок был вот, и яблоко терлось тогда. Это был первый продукт? Да, да, был первый продукт на старшем моем ребенке. А вот уже на младшей дочери у меня был банан. То есть я меняюсь. В лучшую сторону. Я надеюсь, что да. И то есть я увидела, что, по крайней мере, в своей семье я не увидела большой разницы, то есть мои дети одинаково хорошо перенесли. И я не выступаю против ни банана, ни яблока. Но есть случаи, когда действительно с яблочного сока может возникнуть, ну, бывают, дисбактериозы, бывают. Поэтому все-таки нужно быть, не знаю, ну, очень осторожным. Очень осторожным. И индивидуально, наверное, подходить, потому что в Америке, например, опять-таки считают, что яблочный сок вызывает в дальнейшем и гастрит, и панкреатит, если он вводится как первый монопродукт. Лучше, наверное, все-таки этого не делать. Раз есть такая статистика, то, значит, мы уже на стороже, мы уже вооружены знаниями, да. То есть мы будем осторожны. И всегда начинаем моно, всегда с чего-то одного. Всегда начинаем в первой половине дня, если прикорм вот ввели, и смотрим, наблюдаем за ребенком в течение дня. Потому что его самочувствие, его поведение в течение дня даст нам отправные точки, чтобы мы сориентировались. Подходит ему этот прикорм, не подходит, как он переносит. Если вечером дали, то может ночью и температура, и газики, и живот. Вариантов очень много, да? Да. Лучше в течение дня отследить, спокойно и мама, спокойно и ребенок. Увидели, что все хорошо, можно дальше продолжить. И лучше, конечно, за неделю вот один продукт, не больше. Один продукт и не пытаться всего. Нет, зачем сразу все. Да, не надо, нужно, чтобы он успел привыкнуть. Ну, как правило, наши педиатры всегда говорят о том, что питание должно быть сбалансировано, коли вы отходите от грудного вскармливания, следовательно, это должны быть и правильные жиры, и правильный сахар, как сейчас говорят, и холестерин, который тоже, оказывается, нужен нашему малышу, и не стоит бояться. Почему? Ну, холестерин – это очень важный продукт. И из него формируется структура клеток, из него образовываются многие гормоны. Без холестерина нельзя, нервной клетке нужен холестерин, поэтому, как, ну, лет 20, наверное, или даже, может быть, лет 20 назад оголтело, запрещали холестерин категорически. Нет, все должно быть разумно, не надо 10 яиц в день, но использовать нужно. И, кстати, яичный желток же тоже является одним из элементов прикорма. Вот его можно, ну, там, половиночку желтка тоже с маминым молоком развести, дать попробовать ребенку. Не надо каждый день, там, раз в несколько дней, но иногда давать. Все мы, конечно, боимся, с одной стороны, не докормить своего малыша, а с другой стороны, сделать из него, ну, даже не полного малыша, а, в общем-то, ребенка с ожирением, потому что очень часто мы сейчас можем встретить подобных детей, это уже такая большая проблема для нашей страны. И все-таки считается, не знаю, насколько это верно утверждение, что 80% предрасположенности к такому ожирению – это у детей, у кого родители страдают тем же самым. И только 7% предрасположенности к ожирению у деток, у которых родители стройные, спортивные, и никогда этим не страдали. Насколько это верно, и можем ли мы сами каким-то образом повлиять на структуру и состояние нашего ребенка? Естественно, мы можем, и мы должны, это наша обязанность, это наша ответственность. Да, так случилось, что мама или папа, или там бабушки, дедушки в семье, они страдают от избыточного веса и, возможно, даже еще каких-то заболеваний на этом фоне. Но в наших силах и в нашей власти помочь ребенку этого избежать. Ну как, с детства ограничивать в приеме сладкого? Вы знаете, не только сладкое, но, во-первых, это все-таки семейные традиции. Я сомневаюсь, что ребенок, который питается с мамой, которая нарабатывает себе этот жир, наедает, он избежит ожирения. То есть все-таки нужно следить, в первую очередь, за своим рационом. Ты не можешь ребенку сказать, нет, тебе конфета не пойдет, а сама будешь чай с конфеткой с пирожным. Вроде бы ты заботливая мама, да, заботишься о нем, но в первую очередь являть собственным примером. И, в принципе, очень-очень большое количество таких вот патологий, которые развиваются, ожирение, это патология, да, 50% составляющая, это не наследственность, а это образ жизни. Все-таки приобретен. Да, нам нужно самим работать над собой, если мы заботливые родители, если мы понимаем, что в наших руках здоровье нашего ребенка. На самом деле вы затронули очень важную тему. Вот вкусовые пристрастия или предпочтения малыша, они на подсознательном уровне как-то зависят от предпочтений родителей? Или это все вырабатывается методом проб, ошибок? Ну, кстати, вот... Стоит заставлять ребенка есть то, что ты сам не любишь, но надо. Ну, вот здесь два вопроса в вашем вопросе. Первый насчет вкусовых пристрастий. Очень хорошо, когда мама, будучи беременной и кормящей мамой, до того, как ребенок переходит на самостоятельное питание, мама пробует разные продукты. Конечно, с осторожностью, учитывая аллергию, допустим, да, но разный вкус у продуктов. И тогда ребенку с молоком это попадает. Ведь, если, может быть, вы помните, было такое бабушкино мнение, вот соседки говорили, не ешь лук, ребенок откажется от молока. Да-да-да, конечно. Ну, нет. Чеснок. Да, чеснок. Вот как раз-таки были потом проведены исследования, я читала об их результатах. То есть когда ребенок с мамином молоком получает разные вкусы, у него вот тогда и развиваются рецепторы, которые уже есть, но их нужно развить. И тогда ему легче переходить на разнообразный стол. А если мама всю беременность и... Лишает себе многих удовольствий. Сидеть на картошке, да, и там картошка, ну, пирожок какой-нибудь, ну, и молоко, и все. Безные блюда, да, и рыбные опасны, наверное, тоже, потому что тоже может быть аллергия. Нет, очень здесь ребенку трудно будет... Перестроиться. Да, научиться есть разное. И второе насчет заставления. Здесь вопрос даже не в том, что полезно, не полезно. Очень важно не заставлять. На самом деле это большая проблема, когда мы ребенка заставляем, а единственная его возможность воли изъявления собственной, вот на возрасте в таком маленьком, это выбор пищи. Не выбор сна, места прогулки там, и во что его отделили. Он ни в чем не принимает. Подневольное существо. Да, а вот здесь он может изъявить собственное желание. Я это хочу, я не хочу. И когда мы обманываем, когда мы насилием, иногда игрой отвлекаем, и заставляем его съесть, я сама просто через это прошла, я понимаю, как я была неправа. Мы лишаем ребенка умения ориентироваться, то есть делать свой выбор. И это впоследствии, в дальнейшем сказывается, и это исследования тоже были. Это не просто подведенные под теорию какие-то там измышления. Это действительно, ребенок потом в возрасте 15, а может быть и 20, а может быть и 25 лет, уже взрослый человек, он не может сделать выбор. Я хочу быть там врачом, учителем, а я хочу это делать. Он становится подневольным, зависимым. На подсознательном уровне такое влияние сильное. На самом деле есть еще одно исследование, которое утверждает, что половые расстройства дальше в пубертатном периоде у детей возникают на почве насилия во время еды, когда мама просто впихивает насильно, и вот этого простого движения у ребенка нет, не поступает. Но опять же, собственная воля изъявления, то есть раз мы насилием, но это насилие, насилия не должно быть, ведь насилие, оно на нескольких уровнях реализовывается. И первое, это вербально или вот так, не обязательно кричать или бить, но можно и словами просто сказать. Очень часто советуют, вот вы сказали, в игре, да, построить каким-то образом само это действие, такие ролевые игры, поиграть с ребенком, когда малыш сам строит кубики. Но опять-таки, с другой стороны, можно ли относиться к пище, как к игровому моменту, да, то есть вот ты играешь, и ты проиграл, ты съел этот кусочек, я выиграл, ладно, положи его обратно. Или он должен понимать, что это еда, во время еды я глухонем, и молча поглощать пищу, не разговаривать, не отвлекаться, не смотреть мультики, как мама тоже часто обманывает. Совершенно нельзя, конечно, телевизор никак нельзя совмещать. То есть это принципиальный момент, да? Да, принципиальный, но телевизор, к сожалению... Ну, это уловка частая, я знаю, миллион мам, которые этим пользуются. Да, я сама через это прошла, и, к сожалению, мы учимся на своих ошибках, хоть тоже все говорили, нельзя, но я прошла, и я сейчас, мамой, будучи мамой троих детей, я вижу последствия... Молододетная мать с большим опытом. Да, да, старшим уже. А воспитывали детей то, что касается пищевых пристрастий, одинаково, или вот были какие-то сподвижки, и вы поняли, что от чего-то стоит отказаться? Ну, естественно, почти, ну, почти одинаково, но вот, что могу сказать? Вкусы разные у детей? Да, все равно вкусы разные. Они в одной семье, а нет штампованных детей, они все равно все разные. То есть генетика, генетика, если папа и мама что-то не любят, а ребенок это любит, откуда это, не генетика? Вы знаете, я нахожу какие-то пристрастия, например, своей младшей дочери от моей свекрови. А, все-таки гены. Вот даже вот конкретно ее любовь к мясу, вот так же, как моя свекровь. То есть здесь с 8 месяцев она обожала вот мясо вареное. То есть гены, да. Хотя воспитываем, едим разные, но все равно приучаем. Мы разные покупаем продукты и пытаемся, да, чтобы они научились. Ну что же, теперь, я думаю, настало время поговорить о том, как все-таки кормить и деток, коли мы уже поняли, что ребеночек готов принять новую пищу, готов попробовать. И в этом нам помогут мамы, которые поделятся с нами своими советами и своими историями. Чем предпочитаете кормить своего малыша? Вы знаете, в настоящее время сама, чаще всего готовлю сама. Своего ребенка я кормила баночным питанием до года. Ну, если учитывать, да, что прикорм мы начали с 6 месяцев. Что являлось основным критерием для выбора баночного питания? Во-первых, вот я уже об этом сказала, чтобы фирма была зарекомендована на рынке детского питания, ну хотя бы, да, там, 50-70 лет. Я покупаю только одну фирму, баночки только одной фирмы, и делаю это уже давно. А скажите, цена имеет значение для вас? Для меня нет. В основном все банки, одни и те же продукты, они в основном все в одной и той же ценовой категории. И единственное, что здесь уже выбор лично каждого, кто что предпочитает. А вкусовые предпочтения вашего малыша? А тут я уже следовала рекомендациям педиатра, что мы должны вводить. То есть, условно, сначала у нас пошли овощи. Это брокколи, цветная капуста, картофель. Пока у меня не возникало проблем с тем, что ему не нравится там это мясо, или он не будет сушать это пюре. Сейчас сами готовите пищу? С года, до года мы сидели на баночном питании, и с года я уже их готовила сама. И перешли мы очень-очень быстро, в течение, наверное, недели. Меню я готовлю, стараюсь готовить раз в два дня. То есть, у меня супы на сегодня и на завтра, горячие на сегодня и на завтра. Вы знаете, со свежим меню не всегда получается, потому что времени бывает, не хватает нам то, чтобы приготовить суп. Допустим, я ему варю суп, и его хватает на 2-3 дня. То есть, он кушает супчик 2-3 дня. А в связи с тем, что времени бывает, тоже не хватает. Соответственно, на ужин он кушает либо пюре из баночек, либо приготовленный тоже на 2-3 дня картошка тушеная, либо овощи тушеные. А сколько вы времени тратите на приготовление пищи? Суп у меня готовится где-то минут 30. Если это мясо, то, конечно, например, тевтели. Говядина должна свариться не менее часа. И там, пока ты сформируешь эти тевтельки, проваришь. То есть, конечно, так как ты готовишь отдельный детский стол, отдельно взрослую еду, пока это занимает времени. Я думаю, что не меньше, чем час-полтора в день. Это точно. Где вы предпочитаете покупать продукты, и что является основным фактором выбора? Продукты я предпочитаю покупать в магазине. Допустим, мясо я покупаю в определенной, в одной и той же мясной лавке, потому что я знаю, какие там продукты всегда продаются. Помимо того, что я покупаю там для ребенка, я покупаю там для себя. Продукты покупаю там же, где мы себе покупаем еду. На рынке я могу купить мясо. Молочку я покупаю специальную детскую. Не готовлю сама ни йогурта, ни кефира, ни творог. Хотя я знаю, что некоторые мамы делают свою молочку и очень довольны качеством. Но у меня просто нет времени. Ну что же, как видите, мамы работающие не могут уделять такое большое количество времени готовке и пища, которая готовится на 2-3 дня, на мой взгляд, не очень хороша для маленького ребенка, которому еще нету двух лет. Не знаю, может быть, я не права. И все-таки стоит предпочесть, может быть, тогда баночное питание. Как вы думаете? Я с вами согласна в этом вопросе абсолютно. То есть готовить впрок для малыша, это... Не стоит. Ну, это ошибочно. Да, бывают разные ситуации, когда ты вынужден, ну, не знаю, может, поездка какая-то, да, то есть изредка можно к этому прибегать, но это не должно быть правилом, не должно быть естественной нормой такой. Готовить самим, когда есть из чего хорошего, вот когда собственные грядки, когда ты уверен, что это здоровый продукт, это одно удовольствие, и ты понимаешь, что ты делаешь благое дело, ты действительно здоровое питание даешь своему ребенку. Ну, такое бывает очень редко, и часто мы боимся пестицидов и всей таблицы Менделеева, которую можем найти под кожурой у яблока, да, как это бывает. Банки, что с ними? Ну, как нас уверяют производители, что в них все проверено, высокий контроль, качество. Термическая обработка. Да, и при том на производстве можно соблюсти температурный режим так, чтобы с минимальной потерей витаминов, да, вот чтобы максимально сохранить все полезные вещества. Возможно, в каких-то определенных случаях стоит прибегать к приобретению банок, но, естественно, начинать нужно с монопродукта, потом переходить на смеси. Если есть возможность, как я уже сказала, из первых самому сварить со своего участка, можно, и даже, может быть, это будет лучше. Ну, если такой нет возможности, что нужно учитывать, когда мы покупаем эти баночки? Обязательно ли характеристика возраста, с которого можно вводить прикорм, дата изготовления, срок годности, наличие консервантов? А очень часто написано, их нет, нет консервантов. За счет чего тогда сохраняется продукт? За счет термической и правильной обработки, то есть... Лимонная кислота, да, участвует в процессе? Ну, иногда там продукт только, вот, допустим, та же цветная капуста только, или та же морковка, и все, и больше ничего. И, в принципе, так и должно быть. Может сохраняться, если правильно. Это же производство, здесь уже вопросы к производителям. Вопросы к производителям. Но, к сожалению, не каждая мама может их задать, даже связь через интернет может подвести, понимаете? И очень часто продукты на наших полках приезжают к нам из других стран, и мы должны доверять производителю или не доверять? Все-таки, вот, на вашем опыте... На моем опыте, ну, слава богу, так случилось, что негативного опыта у меня в этом плане нет. Однако мы были с вами свидетелями разных скандалов, связанных с детским питанием. Доверяй, но проверяй, то есть читай разную информацию и о производителе, и, может быть, даже на форумах, может быть, какая-то мамочка свой опыт расскажет. И ты можешь задаться вопросом, а действительно ли это партия, допустим, этого продукта. А потом в магазинах, наверное, можно попросить, вот где вы приобретаете продукцию, а покажите сертификат. То есть, может быть, там что-то можно выяснить, да, как-то себя... Ну и надо, наверное, помнить такие элементарные вещи, как не покупаете банку, если нет вот этого упругого щелчка в крышке. То есть какие-то визуальные вещи, которые должны просто насторожить. Если вы не уверены, не покупайте, не кормите малыша. Пускай он пропустит одно питание, пускай он погрызет ту же корочку хлеба, и ничего в этом плохого нет. А морковку погрызть. Наши дети современные, очень многие, они лишены возможности грызть твёрдую пищу. И вы посмотрите, не нагружается жевательный аппарат, и неправильно формируется... Прикос. Да. Раньше же мы все ели и вы, и мы все ели яблоки, хрустели, морковки хрустели. А сейчас что? Пюре, пудинги, какие-то мягкие творожки. Нет вот этой нагрузки на жевательный аппарат. Мышцы должны работать. И если ребёнок всё-таки отказывается от принятия твёрдой пищи, не пытайтесь его заставить силой. И силой можно подождать некоторое время, может быть, недельку, он подзабудет, потом ему будет интересно, действительно, он посмотрит, как мама с папой или братья и сёстры едят. Он же всё-таки человек, да, он заинтересуется, да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Иногда накормить привередливого едока настолько сложно, что мамочки впадают в отчаяние. Но на самом деле, если вы скурпулёзно проведёте подсчёт количество еды, которую он съел за неделю, вы поймёте, что пища достаточно сбалансирована. Не отчаивайтесь. Удачи!